Так, коллеги, не обращайте внимания, что не видно нас или видно плохо, это не самое важное, Ирина Александровна права. Давайте уже начнем нашу юридическую консультацию, персональные данные сотрудников и пользователей общедоступных библиотек. Кто у нас был на семинаре по НКО, все уже, наверное, помнят нашего юрисконсульта Шабану Ивановну Владимировну. Она сегодня у нас основной докладчик. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, у нас сегодня с вами семинар, который будет посвящен персональным данным и правовому, так сказать, регулированию данного вопроса. Значит, мы сегодня с вами рассмотрим некоторые вопросы, не все, к сожалению, потому что необъятное невозможно, но основные направления я постараюсь вам озвучить и, так сказать, предоставить некоторые примеры наброски тех документов, которые у вас, как у учреждений, должны быть, поскольку все мы с вами работаем с гражданами, с пользователями библиотек. Мы рассмотрим сегодня с вами следующий вопрос, что такое персональные данные, дадим понятия. Рассмотрим вопросы того, какие документы у вас должны быть, которые вы регулировали данный вопрос. Рассмотрим вопрос обработки персональных данных. Ну и, конечно же, ответственность за нарушение норм, которые регулируют вопрос персональных данных. Значит, основной нормативной базой у нас сегодня с вами будет федеральный закон о персональных данных, который был принят в 2006 году и презумируется, что с 2006 года во всех учреждениях, организациях, не только государственных, но и частных, данный вопрос должен быть урегулирован в полной мере. Мы с вами это и узнаем. И также, поскольку у нас персональные данные касаются не только наших пользователей, но и работников, безусловно, значит, нормативной базой в том числе будет Трудовой кодекс Российской Федерации, который в том числе определяет правовое регулирование данного вопроса у работников и работодателей. Значит, что же такое персональные данные? Персональными данными являются любая информация прямо или косвенно относящаяся к объекту персональных данных, определенному или определяемому физическому лицу. К персональным данным мы с вами смело можем отнести фамилии, имя, отчество, пол, возраст, образование, квалификацию, профессиональную подготовку и сведения о повышении квалификации, место жительства, семейное положение, наличие детей, родственной связи, факты географии, предыдущая трудовая деятельность, это место работы, служба в армии, работа на выборных сложностях на государственной службе, сведения о отсутствии и наличии студентки, вопросы, касающиеся финансового положения, Роскомнадзор нам говорит о том, что сведения о зарплате также для персональных данных, деловые и личностные качества, которые носят оценочный характер, а также проречие сведения, которые каким-либо образом могут идентифицировать человека. Кто же у нас является с вами предъектами персональных данных? Предъектами персональных данных у нас являются филлические лица, которые предоставляют сведения о семье. Это и работники, и кандидаты на трудоустройство, то есть искательные, пользователи библиотеки, филлические лица, с которыми исключены договоры гражданского правового характера. Какие же документы содержат у нас персональные данные? В процессе трудовой деятельности работник-рассадатель копит и хранит документы, содержащие персональные данные. Исходя из определения персональных данных, которые дали в статье 3 закон о персональных данных, такие сведения могут содержаться в том числе следующих документов. Это анкредит, акт биографии, личные листовки учета кадров, которые исполняются работникам при приемном работе. В этих документах содержатся анкетные и географические данные работника. Это сведения из документа, удостоверяющего личность работника, где указаны фамилия, отчество, дата рождения, адрес регистрации, суммейное положение, состав сними, а также кризис этого документа. Почему мы не говорим о том, что это обязательно паспорт? Потому что это в том числе могут быть иные документы, удостоверяющие личность гражданина и личного лица. Личная карточка Т2, которая указывается в фамилии, но участие работника, мере его рождения, состав сними, образование, а также данные инструменты, удостоверяющие личность и прочее. Также персональные данные у нас содержатся в трудовой книжке, где, безусловно, содержатся в среднем трудовом стаже, для визуальности работы, в среднем трудовой деятельности, которые содержат формы СДВ, ПДС, СТД, ПФР и так далее. Документы о заключении брака, рождении сними. Такие документы содержат в среднем о составе сними, которые могут понадобиться в том числе работодателю, при этом доставленной работнику, например, определенных и год, предусмотренных продовым и налоговым законодательством. Документы в ончете, безусловно, содержат персональные данные, справки о доходах, документы обязательно сними, но страхование, трудовой договор, подлинки и копии приказов по личным составам, и при необходимости это могут быть иные документы, которые содержат персональные данные работы. Следует учитывать, что работодатель правил получить и использует только те средние, которые характеризуют гражданина, как черный трудового договора. В том случае, если работодатель нас запрашивает избыточные сведения о персональных данных, это грозит ему, безусловно, привлечением к ответственности, административным, может быть, даже уголовным. Как правило, в учреждении все документы, касающиеся работников, хранятся в его личном деле. Норма действующего воспрадательства, порядок ведения личных дел работников, четко не регламентирован. Такой порядок работодатель правил устанавливает самостоятельно, закрепивая его в локальных информационных актах. Обязанность формировать личные дела и порядок их введения предусмотрены только для отдельных категорий сотрудников, например, это госслужащие. Остальные же организации, учреждения, где государственная служба не предусмотрена, ведут личные карточки и личные дела после неусмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поскольку личные дела работников содержат их персональные данные, что для хранения личных дел работников должны быть надежно обеспечены с целью сохранности. В связи с этим и картотеки, и если они есть, и личные дела следует хранить в сейфах и несгораемых шкафах. Состав личного дела, как правило, входит интернет-опык документов, анкета, личный листок по учету кадров, резюме, трудовой договор, данные о адвистациях, копии документов образования, квалификации, документы, подтверждающие повышение квалификации, прославление квалификации, копии документов конца учета, свидетельства обеспеченных учетов налоговым органам, копии документов, подтверждающие регистрацию системы индивидуального персонифицированного учета, то есть послово-то есть из-за медицинских заключений, копии всех приказов о назначении, переводе, поощрениях, командировках, характеристики, и могут быть иные документы хранить в личных делах работников. При этом, значит, существуют рекомендации Роскомнадзора о том, что хранить копию указ про публичные дели нельзя. Одним из принципов, как я уже говорила, обработки персональных данных является просто содержание и объем обрабатываемых данных должны соответствовать с заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям обработки. Поэтому само по себе наличие у работодателей копии документов Работник может свидетельствовать об избыточности информации работников и персональных данных по сравнению с требуемым действующими законодательствами. Обработка персональных данных в рассматриваемых случаях может посчитаться только в согласии их субъекта. То есть, если работник дал вам согласие на хранение копий документов, содержащих сведения и персональных данных, безусловно, вы, пожалуйста, не можете их хранить в личных делах. Если же данного согласия не оговорено, у вас его нет, то, к сожалению, копию документов хранить не рекомендуется. Суббирая и храня документы, показываемые учетом, подпись страницы спорта работников, работодателей, таким образом превышает объем обрабатываемых персональных данных, установленных в институции, в частности, с федерацией, судовым кодексом и иными федеральными законами. Допрашивать информацию работника лучше в каждом конкретном случае, исходя из цели обработки. В том числе, с осторожностью нужно относиться к хранению каких-то других документов, которые содержат персональные данные работника. Это документы для задавания, квалификации, свидетельства, ИНН, военного билета, свидетельства о браке и других. Как я уже сказала, хранить копию указанных документов лучше в каждом конкретном случае работника. Кроме того, нам осталось следует вспомнить о том, что работодатель в процессе своей деятельности собирает информацию не только о работников, но и о соискателе, который претендует на то, чтобы принимать определенные должности для принятия решения обсуждения с ним в трудовые отношения. Если эта информация содержит персональные данные соискательные, к ней в полной мере можно отнести все установленные законы требования о сборе, обработке, сканении и защите персональных данных. Следуя разъяснением Роскомнадзора, прежде всего необходимо в данном случае, когда мы говорим с вами о соискателе, установить личный соискатель сразу же, как только будут получены его рефименты, и не читать его работа. То есть необходимо убедиться о том, что действительно человек указан в резюме, направил вам свое резюме, и действительно он хочет, чтобы вы обработали его персональные данные. На практике, как правило, это делается путем направления ответного сообщения по электронной почте. В этом сообщении обычно включается просьба о том, чтобы соискател нам с вами дал согласие на обработку персональных данных. И предусмотрены условия обработки данных персональных данных. Допустим, можно включить ссылку на политику в отношении персональных данных, которая опубликована, например, на сайте вашего учреждения. Если соискатель дает согласие на обработку персональных данных, то работа с его резюме начинается по существу. Если же нам с вами пишут, что соискатель не согласен или ничего не отлучает, то его резюме должно быть уничтожено. Кроме того, Роскомнадзор нам с вами рекомендует уничтожить резюме и в тех случаях, если из текста резюме невозможно понять, кто его направил. Хотя представить такие случаи на практике, как правило, невозможно. Когда у нас с вами началась работа с резюме, решается вопрос о том, подойдет ли соискатель не занимаемая должность или нет. Его приглашают в беседование, с ним происходят различные коммуникации и заканчивают все принятие решения. Предложат работу или же откажут. После того, как работодатель принял решение относительно кандидатуры каждого конкретного соискателя, кого он возьмет на работу, а чьи резюме отклонены, или обработка персональных данных соискателей, у нас с вами будет достигнута. В течение 39 месяцев данного момента все резюме соискателей и персональные данные подлежат к обязательному уничтожению. Соответственно, не следует приобщать резюме успешного кандидата к его личному делу, поскольку в данном моменте трудоустройство у нас с вами соискатель переходит в другой статус, он превращается в работника. А персональные данные работники у нас с вами обрабатываются на совсем других условиях, по другим правилам, которые предусмотрены в главой 14-й кодекса Российской Федерации. То есть резюме успешного кандидата уничтожается, резюме не успешных кандидатов также уничтожается. Таким образом, получать согласие на обработку персональных данных нужно не только у работника, но и соискателя на принимаемую должность. Однако такое согласие на обработку персональных данных не требуется, если от имени соискателя у нас с вами действует кандидат в агентство, с которым он заключил соответствующий договор. Важно учитывать нам с вами, что при недееспособности субъекта персональных данных, а кто у нас с вами является недееспособными лицами, это лица возраста до 18 лет, а также лица при немедееспособных на основании решения суда. Письменное согласие с такими субъектами персональных данных на обработку дает его законный представитель. Это, как правило, родитель, который по умолчанию, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, является представителем ребенка, и опекун, который назначается также на основании решения суда, в том случае, если договоренность трудно недееспособна. В случае смерти субъекта персональных данных, такое согласие оформляют его наследники, если оно не было получено и при жизни наследодателя. Значит, таким образом, в случае, если к нам приходят пользователи, которые бы хотели записать своего ребенка, помним с вами о том, что согласие на обработку персональных данных дают законные представители, а именно родители, мы с вами об этом поговорим попозже, о том, какое же необходимость составить согласие на обработку персональных данных от законных представителей. Что же такое обработка персональных данных? Все общие требования по обработке персональных данных установлены в статье 86 Кодового кодекса. К тому ключевым относится следующее. Значит, необходимо обрабатывать персональные данные только в определенных целях, которые у вас должны быть четко прописаны в документах, касающихся обработки персональных данных. Получать персональные данные необходимо исключительно у субъектов персональных данных, у работника, у соискателя, у пользователя и иных, с которыми вы взаимодействуете. Если их возможно получить только в этой лице, необходимо будет сообщить об этом и взаимодействовать. Ознакомление должно происходить в подробности работников с локальными и нормативными акциями, которые у нас регламентируют вопросы обработки персональных данных. Я рекомендую сразу разработать положение и политику в отношении персональных данных всех объектов, которые вы обрабатываете, чтобы у нас не было избыточности документов о персональных данных работников, о персональных данных пользователей. Лучше всего, проще всего и легче всего разработать документ, который будет называться политика в отношении персональных данных, который будет касаться всех объектов персональных данных, которыми вы взаимодействуете. И будет регламентировать все вопросы сбора, обработки, хранения и уничтожения персональных данных при достижении указанных целей. Как только у нас с вами цели обработки персональных данных будут достигнуты, мы с вами должны будем. Уничтожить персональные данные вверх. Необходимо учитывать, что выработка вопросов о персональных данных должна находить совместно с работниками, и в том числе с профсоюзами. В дальнейшем у вас имеются учреждения. Обязательно запрашиваем мнение представителя профсоюза, которые нам согласовывают или не согласовывают. В этом случае мы с вами дорабатываемся предложения. Все предложения по вопросам, касающимся персональных данных. Важно учитывать то, что учреждения не правят получать сведения работники или пользователей, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, средних, обучающихся в общественных организациях. Включения у нас в данном случае составляют случаи, установленные законом о персональных данных, а именно статья 10 устанавливает нам свои исключительные случаи, в которых можно запрашивать эти сведения. Персональные данные, если мы с вами говорим о пользователях, можно обрабатывать в следующих целях. Во-первых, это обеспечение сохранности, безусловно, библиотечного фонда и проведение, например, статистических исследований, оказание и получение библиотечных услуг, которые предусмотрены уставом учреждения, в том числе платных, если у вас есть поговорка об этом, в уставе, безусловно, представление информации государственных органов Российской Федерации, в порядке, как мы смотрим здесь, в большинстве предназначения, а также целях защиты персональных данных, которые обрабатываются в вашем учреждении. Давайте же с вами определимся, когда и как нужно получать согласие на обработку персональных данных. В силу положения закона о персональных данных, обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласием с объектом персональных данных. Поскольку в случае возглавления спора, доказать получение согласия на обработку персональных данных, работника или пользователя должно быть учреждением, оператор, который если это обработка персональных данных, то, конечно же, целесообразно оформить такое согласие на обработку персональных данных в письменном виде. В некоторых случаях форма согласия прямо предусмотрена законом, например, ст. 39 закона о персональных данных, где у нас с вами оговорено, что согласие должно быть получено в письменном виде. Информацию, не имеющую отношения к перечисленным целям, работодатель, как я уже говорила, не в праве запрашивает у этих лиц даже согласие с субъектом персональных данных. Оформляя уведомление обработки и сборе персональных данных, в письменном немо необходимо включить информацию о целях получения персональных данных, предполагаемых источников информации, то есть лиц, у которых вы будете запрашивать данные, способы получения персональных данных, их характер, возможные последствия отказа на дачу согласия на персональные данные. И желательно выучить такое уведомление, конечно же, в подробности, чтобы у вас было доказательство, что действительно уведомление получено с субъектом персональных данных. В случае, например, отказа работника, ознакомиться с уведомлением о предполагаемом получении персональных данных у третьего лица, следовательно составить соответствующий акт, который будет подписан несколько клиентов. Согласие на обработку персональных данных необходимо будет оформить нам с вами отдельным документом. Согласие на обработку персональных данных должно включать в себя фамилию, имя, отчество, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность или иного документа, когда и кем будем документы, номинование и адрес вашей организации, перечень персональных данных, на получение которых вы даете согласие, срок, в течение которого будет действовать у нас с вами данные согласия, цель обработки персональных данных, перечень персональных данных, которые подлежат обработке, реквизиты, фамилии, имя, отчество, лиц и организации, осуществляющие обработку персональных данных самостоятельно работодателям или по поручению работодателя, перечень действий с персональными данными, на совершение которых работникам дано согласие, и срок, в течение которого действуют данные с согласием. Обязательно необходимо учесть отзыв, согласие на обработку персональных данных и, безусловно, подпись субъекта, который нам с вами дает согласие на обработку персональных данных. Необходимо будет убедиться, что согласие на обработку персональных данных подписано. Тогда от необходимости будет доказано, что субъект действительно дал согласие на получение своих персональных данных, в том числе и с третьей стороны. Важно учитывать, что субъект персональных данных у нас с вами может подозвать согласие на обработку персональных данных В подобной ситуации продолжение обработки персональных данных без согласия возможно лишь при наличии оснований, которые предусмотрены в законах. При этом согласие на обработку персональных данных не требуется у нас с вами в ряде случаев. Во-первых, когда обработка необходимых целей исполнения заключенного с работниками договора или возложенных на работодателя обязанностей пунктику нам очень. Если это предусмотрено коллективным договором, когда обязанность по обработке персональных данных предусмотрена законодательством, например, медицинская организация, у нас с вами обязаны информировать граждан в доступной форме о том, в том числе с использованием интернета, о своих медицинских работниках, уровне их образования и квалификации. Вот тот пример, когда законом предусмотрена обязательная обработка персональных данных, обработка сведений о состоянии здоровья работников, касается возможности выполнения им определенной трудовой функции, обработка персональных данных специальных категорий, которые проводят органы прокуратуры, в том числе, что такие данные были получены, были установлены в законодательственных случаях, обработка персональных данных близких родственников, работников, которые также предусмотрены в объеме установленного закона, обработка персональных данных, если связанных с выполнением работников трудовых обязанностей, и обработка персональных данных проводится в целях организации работодателями выпускного, например, режима на территорию служебных зданий или помещениях. Какие у нас с вами существуют способы для обработки персональных данных? На самом деле, существует всего лишь два способа обработки персональных данных. Это с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации. Значит, сразу вам всем скажу, что у нас с вами обрабатываются персональные данные без использования средств автоматизации, даже несмотря на то, что мы все прибегаем к помощи персональных компьютеров и без оптичных программ. Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется специальными лицами, обученными, с использованием специальных программ, как правило, она осуществляется с нуждами, которые осуществляют безопасность и правопорядок в государстве. И в настоящее время действует положение об особенностях обработки персональных данных без использования средств автоматизации, которое утверждено постановлением правительства номер 687. Согласно данному положению, обработкой персональных данных без применения средств автоматизации считается использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого с объекта персональных данных, которые считаются при непосредственном участии человека. Соответственно, если персональные данные работников обрабатываются в компьютерной информационной системе, это не означает, что данная обработка производится с помощью средств автоматизации. Таким образом, к обработке персональных данных работников в организации должны применяться правила, предусмотренные для обработки персональных данных без использования средств автоматизации. Как же у нас осуществляется хранение и использование персональных данных? Организация учета и хранения персональных данных у нас с вами передают разведку Крдовым кодексом и Федеральным законом обработки персональных данных. Защиту персональных данных работника от неправомерного использования и литратора работодатель должен обеспечить за счет своих средств. Пор ряды хранения и использования персональных данных работника устанавливаются работод тебя. Таким образом, работодатель должен издать соответствующий локальный нормативный акт, регулирующий вопрос ухранения, использования, обработки и уничтожения персональных данных. Соответствующим актом, а также со всеми правами в сфере защиты персональных данных, все работники должны быть знакомы с подростками. Такой же комплект документов должен быть разработан в учреждении для того, чтобы у нас персональные данные обрабатывались, хранились, скажем так, правомерно, законно. Для защиты персональных данных необходимо создать следующий комплект документов. Во-первых, нам с вами необходимо сдать приказ о назначении лиц, ответственность за организацию обработки персональных данных. И может быть любой работник организации, как правило, это специалист отдела кадров, поскольку он чаще всего работает с персональными данными. Главное, чтобы этот человек мог выполнять обязанности по обработке персональных данных. Например, он должен давать до средней работы положение законодательства о персональных данных, а также положение локальных нормативных актов учреждения об обработке персональных данных. Но необходимо учитывать, что мы с вами обрабатываем персональные данные не только работников, но и пользователей. Поэтому я рекомендую сдать приказ, в котором будет определен перечень лиц, работающих с персональными данными, и включить в него в том числе специалистов, работников, которые у нас с вами регистрируют пользователей библиотеков, чтобы у них были права на обработку персональных данных. И сразу взять в них обязательства о неразглашении сведений, касающихся персональных данных. Следующим документом, который у нас с вами должен быть создан, является положение о защите персональных данных, как правило. Но я рекомендую сразу создать документ, который будет называться политика в отношении персональных данных, где мы с вами учтем всех субъектов, все персональные данные, все категории персональных данных. Сразу определим условия обработки, условия хранения, передачи и уничтожения персональных данных. Необходимо будет приказом также утвердить перечень лиц, которые имеют доступ к персональным данным. В него можно включить не только специалистов по кадрам, но и работников, которые, я как говорила, уже обрабатывают персональные данные пользователей, в том числе работники бухгалтерии, которые у нас с вами работают с персональными данными, касающиеся финансовой сферы. Необходимо разработать образец согласия на обработку персональных данных, и в данном случае у нас будет два вида. Это согласие на обработку персональных данных работников и согласие на обработку персональных данных пользователей. Обязательство планировать соглашение средней и перечень персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Давайте с вами немного поговорим о том, как у нас с вами должна быть, например, составлена политика в отношении персональных данных. Что такое политика обработки персональных данных? Каждый оператор персональных данных, то есть каждая организация обязана взять документы, определяющие политику. Вследование этой политики должно обеспечить конфиденциальность и безопасность обрабатывания персональных данных. Организация обязана предоставить всем желающим неограниченную политику. Прежде всего выполнить это требование, разместив указанный документ на сайте учреждения или на любом другом доступном месте, чтобы любой пользователь, войдя в библиотеку, мог ознакомиться с ним и потом, давая согласие на обработку персональных данных, спокойно его подписать, ознакомившись с условиями политики. Кроме того, организация должна ознакомиться с политикой о персональных данных всех сотрудников, работающих с персональными данными, и контролировать требования политики. Несоблюдение этих требований может быть распространено как нарушение, для которого предусмотрен штраф. Организация может быть распространена на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а руководитель до 20 тысяч рублей. Поскольку в том числе в бухгалтерии у нас собираются и обрабатываются персональные данные работников и клиентов, то есть политика должна быть составлена таким образом, чтобы минимизировать риск претензий к работе в бухгалтерии с персональными данными. Как нам необходимо с вами составить политику персональных данных? Политику персональных данных нужно включить в следующие социальные разделы. Во-первых, это общее положение. В данном разделе рекомендуется описать назначение политики и провести основные понятия, что такое обработка персональных данных, что такое персональные данные, что такое объект персональных данных, субъект, и перечислить основные права и обязанности организации субъекта персональных данных. Для раскрытия понятий можно воспользоваться определениями, которые у нас с вами приведены в федеральном законе о персональных данных. В качестве назначения политики можно указать защиту прав объекта персональных данных при их обработке. Правовыми основаниями обработки персональных данных у нас с вами будут законы, подзаконные акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью организации обработки персональных данных. Это будет трудовой кодекс, федеральный закон о персональных данных, указ президента номер 188. Также это будут учредительные документы, то есть устав учреждения, трудовые договоры, коллективный договор, иные соглашения между организацией и работниками, а также согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных. Безусловно, в политике о персональных данных нам с вами нужно будет прописать цели, цели, ради которых мы с вами собираем персональные данные, обрабатываем, храним, используем, передаем и впоследствии, когда цели достигнуты, уничтожаем персональные данные. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных и заранее определенных целей. Обработка персональных данных, несоответствующей целем сбора персональных данных, недопустима. То есть если цель обработки в политике не указана, сборка персональных данных не закрывается. Поэтому к заполнению данного раздела цели обработки персональных данных следует внестись очень серьезно. И описать их я бы вам рекомендовала как можно более обтекаемо и объемно. Не нужно много всего компетенцировать, достаточно указать, как я уже говорила, сохранность фонда, реализация целей и задач, которые указаны в учреждениях документов, в уставе учреждения, а также исполнение законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Некоторые организации довольствуют тем, что просто указывают, что цель обработки персональных данных, просто реализация законодательства Российской Федерации, это очень будет звучать обтекаемо и не совсем верно. То есть мы обязательно обращаемся к учредительным документам нашего учреждения, смотрим, что у нас там написано и делаем небольшую предписку о том, что обрабатываем персональные данные, в том числе для реализации законодательства. Персональные данные могут обрабатываться в следующих целях. Обеспечение соблюдения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов учреждения, исполнение обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на организацию, регулирование трудовых отношений с работником, предоставление работникам и членам их семей дополнительных гарантий компенсации, в том числе добровольного медицинского страхования, подготовка, заключение, исполнение, прекращение договоров с контрагентами, реализации прав и законных интересов в рамках введения различных видов деятельности, предусмотренных уставов и иных законных целей. Следующим разделом политики персональных данных у нас с вами будет объем и категория персональных данных, категория субъектов персональных данных, которые мы обрабатываем. К категориям субъектов у нас с вами относятся работники, их родственники, кандидаты на замещение вакансий, пользователи, клиенты и контрагенты, являющиеся физическими лицами, а также представители и работники клиентов и контрагентов. В последующем я вам могу выслать политику персональных данных, которая у нас с вами разработана в нашем учреждении для наглядности, для примера того, как можно составить данный документ. Поскольку содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, имеет смысл перечислить, какие цели в рамках каждой категории субъектов у нас с вами обрабатываются. Например, при приеме на работу в учреждении работник отдела кадров обрабатывает следующие персональные данные. Общие сведения о фамилии, отчестве, дате рождения, место рождения, гражданство, образование, профессии, сведения о предыдущих должностях, о предыдущем месте работы и так далее, о переводах, об аттестациях. Чтобы исключить риск того, что Роскомнадзор признает объем обрабатываемых персональных данных из выточни, лучше прямо прописать, какие персональные данные вы обрабатывать не будете. Чаще всего указывают, что не собираются и не обрабатываются специальные категории персональных данных, которые касаются расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, а также внутренних жизней. Если же какие-то из этих персональных данных вы планируете собирать, необходимо писать цели такого сбора и обработки. Порядок и условия обработки персональных данных. В этом разделе Роскомнадзор рекомендует нам с вами перечислить действия, совершаемые персональными данными, а также способы, используемые для их обработки и сроки такой обработки. К действиям, которые чаще всего совершаются с персональными данными, относятся убор, запись, эстинтизация, накопление, хранение, уточнение, излечение, использование, передача, обувеличивание, блокирование, удаление и уничтожение. То есть при составлении политики и обработке персональных данных следует выбрать те действия, которые совершаются с персональными данными в вашем учреждении. Но чаще всего на практике в политике указываются все, чтобы нам с вами не переписывать, не дополнять, что-либо. Чаще всего указываются все способы обработки персональных данных. Сроки обработки персональных данных считаются период от начала обработки персональных данных до ее прекращения. Начало этого срока для каждой категории субъекта персональных данных – твой, поэтому в политике лучше всего разграничить начало с течением срока обработки применительно в каждой категории субъекта. Например, начало срока обработки персональных данных входит или будет дата взятия у них согласия или дата регистрации на сайте, а дата начала обработки персональных данных в работе – начало действия кредового договора. Дата и прекращение обработки персональных данных определяется наступлением одного из следующих событий. То есть учреждение прекращает обработку персональных данных, если достигнута цели их обработки, истек срок действия согласия или же субъект персональных данных у нас с вами отозвал согласие на обработку персональных данных, обнаружена неправомерная обработка персональных данных или же прекращена деятельность организации. Для обработки персональных данных необходимо обращаться иногда к кредитным лицам и желательно указать условия передачи им персональных данных и получения сведений от них. В политике желательно также отразить права учреждения передавать без письменного согласия с объектами и персональные данные. Государственным органам это будут органы дознания, следствия, органы прокуратуры и иные намоченные органы по основаниям, которые у нас с вами предусмотрены в законодательстве Российской Федерации. Роскомнадзор у нас с вами рекомендует хранить персональные данные не дольше, чем того требует цели обработки персональных данных, поэтому лучше указать конкретную дату, год или основание, которое послужит причиной прекращения обработки персональных данных. Значит, персональные данные, конечно же, у нас с вами периодически обновляются, меняются и требуют той или иной актуализации, исправления, удаления или уничтожения. В случае неточности персональных данных или неправомерности их обработки учреждение должно актуализировать информацию или прекратить обработку персональных данных. Поэтому закрепите в политике примечание о том, что учреждение обязано внести изменения, уничтожить или баллотировать персональные данные и действовать объект, предоставить вам сведения о том, что данные вставили недостоверны или получены незаконно. Условия, при которых персональные данные подлежат уничтожение, Роскомнадзор рекомендует формулировать так же, как это указано в законе о персональных данных. То есть, когда цель обработки достигнута или субъекта персональных данных, отозвал свое согласие. Персональные данные должны быть уничтожены, если иной не предусмотрен договором, если оператор не вправился с этой обработкой персональных данных без согласия субъекта, и если иной не предусмотрен, или не соглашение между оператором и субъектом персональных данных. В день я бы хотела остановиться на моментах, какие требования о защите персональных данных предъявляются к сайтам, учреждениям, юридическим организациям. В том случае, если вы обрабатываете персональные данные посетителям сайта, они у вас где-то регистрируются, указывают свои персональные данные, по-моему, учатся, паспортные даты. Паспортные данные, дату, место рождения. То есть, таким образом, учреждения у нас с вами становятся автоматически оператором по обработке персональных данных и обязаны выполнять требования, которые законы персональных данных устанавливают к операторам. В частности, необходимо будет разработать и опубликовать на сайте документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях в защите персональных данных. Также должны будете обеспечить неограниченный доступ к этой информации. То есть, любой посетитель с сайта учреждения должен будет спокойно найти, ознакомиться с политикой в отношении персональных данных. Также вам необходимо будет получать согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями закона. И для выполнения этого требования необходимо будет предоставить возможность в ходе этого сайта выразить свое согласие на обработку персональных данных именно на сайте учреждения. То есть, вы сможете разместить на сайте определенный чекбокс или какой-либо квадратик, в котором посетитель ставит галочку и таким образом подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. Значит, поскольку у нас с вами верхние персональные данные, как я уже говорила, являются не только работники, не только соискатели, да, и данным вопросом у нас, как правило, занимаются кадровые службы, отдел кадров, вот. Но и родители со своими иногда несовершеннолетними детьми согласия на обработку персональных данных у нас с вами нужно будет составить таким образом, чтобы его мог выразить в том числе законный представитель, а именно родитель несовершеннолетнего. И мы его с вами будем составлять таким образом, что согласие у нас дает родитель, скобочка, законный представитель несовершеннолетнего, будут указаны реквизиты, документы удостоверяющего личность. Обязательно должна быть ссылка на статью 64 Семейного кодекса, которая гласит о том, что родители являются законными представителями несовершеннолетних без составления каких-либо специальных документов. И обязательно должны указать цели обработки персональных данных, то есть обеспечения сохранных документов, проведения статистических исследований, показаний и получения библиотечных документов, которые предусмотрены уставом учреждения, в том числе в платах, предоставление информации государственных органов Российской Федерации, в порядке предусмотренных действующим законодательством. Оговоритесь о том, что настоящее согласие предоставляется на осуществлении всех действий в отношении персональных данных без каких-либо ограничений, о том, что субъект персональных данных у вас проинформирован, ознакомлен и согласен с политикой, которая выработана в учреждении. Позже, если вам нужно будет ознакомиться с документами, которые необходимо разработать или составить, вы можете обратиться ко мне или к Ольге Александровне, я вам перекину все документы, все согласия, все обязательства, которые вы должны будете разработать. На обработку персональных данных пользователей, совершеннолетних, несовершеннолетних и работников. Для пользователей, которые являются совершеннолетними, я бы рекомендовала вам разработать некую регистрационную карту, она же будет согласен. То есть, как правило, мы с вами, когда у нас пользователи регистрируются в учреждении, да, для получения библиотечных услуг, он у нас дополняет определенные поля, и в конце данного поля я рекомендую вам сделать приписку, которая бы, значит, нам с вами давала возможность обрабатывать персональные данные, хранить и совершать с ними все предусмотренные законодательские действия. Я вам в том числе ее скину, чтобы мы с вами смогли ее унифицировать и разработать. Как я уже говорила, субъект персональных данных в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, и в этом случае мы должны будем прекратить обрабатывать персональные данные. Отзыв согласия на обработку персональных данных тоже нужно будет разработать унифицированным образом. Где будет указано фамилия и отчество субъекта персональных данных, ссылка на статью федерального закона персональных данных, подпись и дату. Рекомендую вам разработать перечень персональных данных, которые будут обрабатываться в учреждениях. Я его разработала в отношении каждой категории, то есть в отношении работников, в отношении соискателей, в отношении пользователей нашей библиотеки и в отношении контрагентов. В приказе о филищных должностей, которые осуществляют обработку персональных данных, я рекомендую вам указать, во-первых, конечно, дирекцию, которая осуществляет прием на работу, которая взаимодействует соискателями работников по делу кадров, руководителей структурных подразделений и лиц, которые по должности обрабатывают персональные данные и заносят в базу данных своих пользователей. А также ранее предупредить работников, которые замещают в указанной должности, об ответственности о неразглашении персональных данных. Вот. Уважаемые коллеги, есть ли у кого-то какие-то вопросы по данной теме? Я постаралась сегодня дать общее положение, общее сведение о персональных данных, о том, какими федеральными законными, законодательными документами у нас регулируется вопрос о персональных данных. Нет. Значит, мы поступим к вопросу. Список документов личного дела его служащего. Для работника он должен быть таким же? Нет, уважаемые коллеги. Я говорил о том, что в состав личного дела работника у нас законодательство не предусмотрен. Строго регламентированное решение о служащих. То, какие документы у нас конятся и обрабатываются в личных делах, работодатель сам решает и сам регламентирует данную процедуру. Какие у вас сведения лежат в личных делах работников, вы решаете самостоятельно. То есть, если там хранятся, как я уже говорила, копии документов каких-то, вы должны обязательно взять согласие работников на то, чтобы копии документов, в которых в каждой персональной данной могли храниться в личных делах. Четко мы не регламентировали наш вопрос о том, что он отходит в состав личного дела. Как правило, эти сведения, да, наверное, они унифицированы. Я сомневаюсь, что там какие-то сведения из паспорта, из свидетельствия о рождении, свидетельствия о браке, да, вообще в личных делах. Они могут быть записаны на бумажном носителе, либо может храниться копия, ну, как я уже сказала, в том, что это согласие работников. Вот. Вопрос о личных делах госслужа мы с вами не касаемся, мы с вами не являемся ни госслужа, ни каким образом не относимся к данной категории работников. Еще вопросы есть какие-то? Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Задавайте, пожалуйста. Спасибо. Как я уже говорила, рекомендую вам разработать политику в отношении персональных данных, разработать личных персональных данных, которые вами обрабатываются, перечить субъекты, которые имеют доступ к персональным данным, приказам интервью. Безусловно, разработать согласие работников на обработку персональных данных, согласие пользователей и согласие законных представителей. Все формы документов, если вам нужно будет, я вошлю. Вы что-то там можете поменять, что-то писать, что-то убрать. То есть все это у нас с вами взаимозаменяется, дополняется, изменяется. Да, безусловно, что я напомнила, конечно, в нарушении требований законодательства персональных данных у нас с вами предусмотрена следственная, административная, гражданская, уголовная. Значит, соответственно, у нас, если нарушаются требования к персональным данным работников, несет работодатель и на граждан вылагается штраф от 60 до 10 тысяч рублей, здесь у нас на 20 до 40 тысяч рублей, а на юридическое лицо налагается штраф от 30 до 150 тысяч рублей. Предусмотрена ответственность работников, имеющих доступ к персональным данным за их расположение, в связи с чем я вам предлагаю, как работать, обязательства омира в расположении. Предусмотрена также уголовная ответственность работника, имеющего доступ к персональным данным другим работникам. Материальная ответственность решила, на которой предусмотрены статьи 90 из Средового кодекса и гражданская правовая ответственность на нарушение данных у нас. Есть еще какие-то вопросы у вас? Если есть, то задавайте в чате, если нет, то запись мы обязательно пришлем и пришлем ссылку на документы, которые разработаны в нашей библиотеке. Как сказала Анна Владимировна, что-то вы можете для себя из них выделять в работу в ваших организациях. Да, документы я разрабатывала, скажем так, постаралась разработать максимальное унифицирование, но посмотрите, что-то, может быть, я не учла для вашего учреждения, что-то я могла расписать, наоборот, более подробно для нашего учреждения. Если что, можете всегда поправить, что-то изменить, но в принципе они все достаточно унифицированы. Спасибо за внимание.